привет всем мои дорогие друзья с вами погнали let's play и месяц назад я выложил на свой канал ролик в котором рассказывал о том что такие прекрасные игры как heavy rain beyond two souls и detroit become human больше не будут эксклюзивами playstation и появится в эпик стое на пк если вы кстати того ролика не видели то можете глянуть его перейдя по подсказке сверху там я рассказываю об этой ситуации более подробно так вот в том видео я говорил о том что небольшим но все же минусом этих игр будет то что играть мы будем не на геймпаде а на клавиатуре с мышкой для тех кто не видел того видео повторюсь я не считаю что на клаве с мышкой нельзя играть можно да еще как но конкретно в игры жанра интерактивного кино лучше всего играть именно на геймпаде так вы получите полное погружение в игру поскольку в консольных версиях этих игр нам всем кто играл в них приходилось махать и резко встряхивать геймпад ломать пальцы в некоторых моментах делая сложные комбинации а версиях на playstation 4 еще и по тач панели проводить чтобы какое-то действие выполнить плюс еще геймпад вибрировал и все это совокупности делала просто неимоверное погружение в игру и как я сказал в том видео что в идеале мне лично хочется чтобы разработчики добавили в игру режим геймпада playstation 4 чтобы можно было подключить dualshock 4 компу и играть в эти игры так же как вы поиграли в из playstation 4 и да да я знаю что компу можно и так подрубить геймпад но мне кажется что без этого режима в этих играх мы скорее всего не получим всего выше перечисленного особенно тач панель вот так вот но все же несмотря на все выше перечисленное мне очень интересно взглянуть на то как же разработчики перенесут управление игры с геймпада на клавиатуру с мышкой и сейчас мы вместе с вами это и сделаем дело в том что совсем недавно в эпик 100 и появилась бета-версия хэви рейна и теперь мы можем своими глазами увидеть как же будет работать клава и мышка в этой замечательной игре не буду вас больше томить погнали в общем запустил я уже игру вот как видите хэви рейн игровая демо вот логотип компании ну все ставим на русский без субтитров я думаю обойдемся так ну давай как сейчас пока фигурка и гамни начнет сливаться с фоном ну блин мне кажется что уже начала может даже вот так сделать мне кажется будет нормально стандартные настройки уровень сложности я очень часто играю в видео видеоигры я иногда играю видеоигры я регулярно так митица что сложнее я а регулярно или я очень часто пускай будет я очень часто окей хэви рейн то есть тут сейчас сейчас мы можем начать уже но новую демо тут инструкции а то есть это я и я понимаю название миссий трейлер трейлером смотреть не будем давайте лучше зайдем в параметры так графика так ограничитель fps 60 так 30 60 качество графики соединяя не подожди-ка расширенные настройки ну-ка хорошо да да сейчас сохранить так качество текстур смотри-ка тут нет ультра настроек вот это да тут только высокие настройки отвечаю только столько все высокое качество теней так ну все ставим на высоко нет стоп вот это лучше так так ну и сама это лучшая фиксера ладно escape и пойдем давайте уже отсюда пойдемте мы всю игру настроили я честно говоря немножко в шоке так так не сюда не сюда что в ге нету ультра настройка только высокие но с другой стороны это демо версия так что я думаю может быть в полной версии добавить ультра настройки хотя честно говоря я сомневаюсь почему-то давайте сейчас узнаем самое главное сейчас мы запускаем игру и узнаем две самых главных вещи это как же будет игра работать над клави с мышкой и будет так просто вот не сравнивая от на глаз смогу ли я заметить разницу в графике в playstation 4 и playstation т так мышкой в принципе пока все легко на самом деле пойдем ну слушайте но игра красивая на самом деле ка left control ка ну пока все легко игра красивая так смотрится очень красиво так зажимаем зажимаем то есть комбинации тут мы уже делаем но они не такие сложные как были в playstation 4 версии чтобы узнать о чем думает ваш персонаж нажмите и удерживайте правую кнопку мыши окей чертова астма в дождь совершенно невозможно дышать угу давай давай угу воспользовались ингалятором ну идем дальше так f1 экран управления зажмите левую и правую кнопку мыши выполните указанное движение ну в принципе это не выглядит сложно честно признаюсь на геймпаде это было слегка посложнее было слегка ну слушайте впервые впечатления очень хорошие мне нравится вот особенно лицевая анимация это классно сделано я потом сравню потом чисто для себя как это выглядело на playstation 4 вторник время 0 06 качество осадка в 7 миллиметров офис лорен в интер знаете ее это едва ли понял а если так лорен в интер третий этаж последняя дверь по левой стороне спасибо так бы сразу ну блин меня по-прежнему восхищать лицевая анимация то что вот в хейвере не лицевая анимация вот я помню даже playstation 4 версии конечно я разницу я сейчас вам сказать не могу где было лучше где лицевая анимация лучше на playstation 4 либо на пк но помню что даже там лицевая анимация меня удивляла а тут на пк и подавно ладно пойдем так это не та дверь вот вот эта дверь последняя да я запомнил ворону интер без договоренности не принимаю стойте 50 баксов только без поцелуев и извращений заметан заметана окей кладите деньги на стол у вас ровно 10 минут звенит будильник время вышло ясно вы бы раздевались ваше время идет вообще-то я не клиент черт да вы коп ну надо же что хотите тест драйв на халяву меня зовут скотт шелби я частный детектив родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования я лишь задам вам несколько вопросов о сыне я уже все рассказала полиции добавить нечего проваливайте ну-ка давайте попробуем понять я понимаю прекрасно вас понимаю правда вы знаете каково это найти своего сына мертвым на пустыре увольте я не верю что вы способны меня понять мистер шелл убит так а давайте попробуем убедить этот убийца в случае свободе и наверняка будут еще жертвы моего джонни нет какая хрен разница так нет уж если не поймать убийцу многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях но вы правы какое вам дело вам то уже все равно а походу сработало что вы хотите знать так давайте узнаем подозревали она кого-нибудь вы подозревали кого-то кто мог сделать это здесь бывает много сомнительных типов сами понимаете конечно я об этом думала но это же так нелогично ну понятно зачем кому то из моих клиентов делать такое с моим джонни и другими детьми так когда он исчез давайте узнаем как случилось что он пропал он обычно гулял со своими друзьями после школы в тот день был просто жуткий проливной дождь никогда не забуду все дети вернулись домой в 5 кроме него да хотите дело нет я бросил молодец так были ли какие-нибудь зацепки давайте спросим они нашли что-нибудь на пустыре улики свидетелей нет сказали что он убежал и наверняка скоро вернется а через пять дней нашли тело с фигуркой оригами в кулаке и орхидеей на груди так расскажите о джонни каким он джонни был таким славным только часто лез в драку когда обо мне вы поняли я думаю он понимал что происходит это что три то и новое если вспомните что то любую малость позвонить Пойдём Да, конечно, сочувствие О, ох, блин Астма Ха, чёртова, а? Ну-ка А, чёрт, давай, давай сюда Давай ещё раз Ух, вроде лучше А ну-ка И мне интересно Это, это, шо за хрень там творится Чё тебе надо, урот? Какого хрена там творится? Всё в порядке? Да всё путём Проваливай, козёл Ну, сейчас я тебе провалю Блин, а? Подожди-ка Какого хрена? А, обе, обе кнопки надо было зажать А я только одну зажал Хочешь проблем могу устроить? Я тебе сейчас мозги выживу Сейчас я тебе проблем устрою, пододок Вот тебе проблемы Понял На тебе Блин Вот Зараза Вот тебе А, мимо Я вызову полицию Строй, я звоню копам Вот тебе Давай, давай Ха-ха Вот тебе Бутылочки пару уже Блин Я промазал Не та кнопка Вот тебе Ни хераш себе Вот это сейчас нормально было Мимо Ща мы тебя влобим, козёл Блин Я, я опять промазал Слегка мазнул Ох Овса Отдыхай, подонок Еще увидимся Урод Вот так вот Еще увидимся Жить буду Наверное Кто это? Бывший клиент Придурок, чертов Совсем оборзел Я и сказала Чтобы не приходил Берегите себя Он ведь может вернуться Простите Что? Мистер Шелби? Да Спасибо Ну блин Я так скажу Махать мышкой Конечно Делать все эти комбинации Что сейчас было Это конечно Оказалось сложнее Чем казалось На первый взгляд Но Тимдивиде Это круче Чем я думал Потому что я думал Что управлять Игрой клавой Мышкой Это будет Не сильно удобно Ну вот я так думал Но оказалось Что я ошибался Что Пускай конечно Тут мышка И не вибрирует Конечно Но все равно Это прикольно Оказалось Блин Еще плюс сложнее Чем казалось Что я блин Даже мазал Там парочку Раз Но круто Вот я сейчас Не вруб Я реально Я рука слегка Побаливает Сейчас уже То что я Будто там мышку Крутил Да Если Это только Первая миссия Такая То я не представляю Что будет дальше Когда игра выйдет А я жду Бо ее пройти Полностью В общем Мои ребят Прохождение Второго Уровня Беты Хевирейна На канале Не будет Это связано С тем Что когда я попытался Записать Второй уровень Прохождения Этой беты То он у меня Тупо Записался С такими Дикими Лагами Ну что это Просто капец Причем Это не проблема Моего компа Вы сами Все видели Что первый уровень Списался Просто отлично Вот так вот Причем Когда я Проходил Этот уровень Вне записи Это даже Записью Когда я пытался Его записать То игра Работала Просто отлично Но когда я Глянул запись То я обалдел Потому что На записи Такие дикие Лаги Ну что это Просто капец Причем Это только Во втором уровне Первый уровень Записался Просто отлично Вот я же говорю Вы сами Все видели Вот так вот Но все же Финальное мнение Об этой бете Я все таки Хочу сказать В общем Ребята Мне эта бета Очень понравилась Вот я скажу вам честно Я ожидал Что будет хуже И честно скажу До выхода Этой беты Я не думал Что будет Что будет Хоть какой-то смысл Проходить Heavy Rain На ПК Ну как и остальные Игры Потому что я Все эти игры Проходил на Плейстейшн 4 А Beyond Two Souls И Heavy Rain Даже на Плейстейшн 3 Еще пройти успел Но вот сейчас Когда я поиграл В бета версию Я понял Что смысл Все таки есть Потому что Пускай Мышка с клавиатурой Не вибрирует Как геймпад Но все же Все же Все равно Это круто То есть Эта мышка Там то есть Вот эта мышка Мышка там Тикать в разные стороны Там вверх Вниз Быстро нажимать На кнопки На клаве Все равно Это очень круто Пускай И без вибрации Но все равно Это круто Вот сколько раз Я уже это сказал Просто Ребята Я не знаю Сколько раз Я уже это сказал Чтобы питать Мои ощущения Потому что Серьезно Я ожидал Что будет все Гораздо хуже В итоге получилось Все просто Обалденно Вот так вот В общем Я жду Heavy Rain На ПК Я думаю Пройду его Вместе с вами На какой-нибудь Стриме Я думаю Постримлю На стриме Его и пройду Вот так вот И ребята Я прошу вас Те кто смотрит Это видео Просто я прошу вас Если вы Видите Этот ролик То пожалуйста Не Не скачивайте Эту игру С торрента Потому что Я не сомневаюсь Что Эту игру Взломают Рано или поздно Что она появится На торренте Ребят Я просто Реально Я вас Призываю Не скачивайте Эту игру С торрента Потому что Эта игра Действительно Хорошая Тем более Что она Стоит Просто Копейки Она стоит Я заходил В Apex Store И смотрю Сколько она стоит Просто Копейки Ребят Поэтому Я Реально Вас Призываю Не скачивайте Эту игру С торрента Потому что У меня Отношение К пиратству Такое У меня Двухсмысленное Я считаю Что Пиратить Игры Это Плохо Но Все-таки Есть Один Случай Когда Пиратить Игры Нужно Когда Нужно Наказать Охреневшую Компанию Какую Нибудь Вроде Юбисофт Которые Пихают Платный Контент В сюжетные Игры Вот Такие Компании Я считаю Реально Нужно Наказывать И Накачать Их Игры С торрента Почему Только С торрента Вообще Их Не Покупать Чтобы Они Получили По Заслугам Вот Так Вот Но Квантик Им Такого Не Заслуживают Потому Что Heavy Rain Это Реально Классная Игра Вот Так Вот Я Надеюсь То Что Вы Меня Услышали Ну А на этом Все Всем Спасибо За Просмотр Если Вам Понравилось Это Видео Не Забудьте Поставить Ему Лайк Подписаться На Канал Если Вы Еще Этого Не Сделали Также Напоминаю Что У меня Есть Сообщество На Канале Там Я Периодически Публикую Написать По этим Видео Какой Классный Комментарий Вам Не Сложно А Мне Приятно Ну А На этом Все Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Пока Пока До Встречи В Новых Видео